Войсковая часть 55-25 была утворена в 1990-м годе с метой оказания до помоги милиции. Тогда это был невеликий батальон, который с тягом часу перетворился в бригаду. Сегодняшние задачи – обескоджение боеприпасов, конвоирование осудженных и обеспечение громадской безопасности в том лику под час массовых мероприемств. Потребования до будущих солдатов у внутренних войсков вельми строгие. Первое – среднее образование не ниже того. Соответствующая группа – здоровье. Он должен быть и физически, и морально готов к прохождению военной службы. Мы, конечно, так как относим к системе МВД внутренние войска, мы не отбираем военнослужащие для прохождения службы, у которых близкие родственники. Они сами где-то отбывали наказание в виде лишения свободы или какой-то уголовной ответственности привлекались. Доглядженная форма, начищенный обуток – именно так выглядят солдаты, готовы оховывать спокойное житие жихару Украины. В каждую ранницу хлопцы начинают построение. Распарады дня напружены. Боевая и спортивная подрихтовка, строевый крок, занятки в классах. У редкие вольные хвилины у молодых солдат застается час, как подсчитать газету, поглядеть телевизор и поспевать под гитару. Солнечный день, светильный весна. Яфрейтеру Йогену Маслу до закончения службы застается некольки месяцев. О проведенном часе у армии не шкодуе, а отзнашая, что за короткий термин смянился. По мужнеу стал дорослым и самостойным. О службе в армии не стоит жалеть. Армия делает из парня настоящего мужчину. О службе во внутренних войсках налаживает определенную ответственность на гражданина. Учит правильно защищать родину, ценить друзей, которые рядом, которые находятся здесь. На территории войсковой части 55-25 зараз проходят службу больше, как 300 человек. Это соправданные мужчины, верные присязи и воинскому долгу. Для их мужчину в форме веншевание со святом 23 лютого николи не будут формальностью. Конечно, хотелось бы сегодня всех поздравить с праздником Дня защитника Отечества и вооруженных сил. В первую очередь поздравить ветеранов, которые с оружием в руках добывали нам свободу и независимость нашей Родины. Поздравить всех военнослужащих, сотрудников других войск и воинских формирований с нашим праздником, профессиональным праздником Дня защитника Отечества. Всех мужчин, кто проходил военную службу, кто ставил для себя задачи защиты Отечества нашего. Пожелать крепости духа, здоровья, материального благополучия. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель радиокомпания «Гомель».